Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Печук. Перед просмотром поставьте лайком и комментарии со стимулом. Тема для вас видео, блин, в дороге называется. Вот. Сегодня у нас тема, которую тоже не поднимают, чаще и не говорят, потому что, наверное, вообще приемы даже не ведут и не сталкиваются никогда с отмороженными клиентами. Все в этой жизни у нас проходит через свой опыт. И есть клиенты такие, оборзевшие, что просто уже, знаете, прям просят порчу на смерть или что-то еще. Прямо по своей харе получить. Но, конечно же, нахрен забываешь об таких людях и просто, чтобы с говном не связываться, убираешь их. Это люди, которые обесценивают вас, клиенты именно. Это я уже говорил и поднимал тему. Есть такой тип клиентов, которые мошенники тоже. Они могут прийти, и неопытный маг может среагировать на них. Со временем вы уже отличаете от таких людей. Это лицемеры, это вообще еще те актрисы или актеры, которые постоянно прибедняются, постоянно ноют, что у них нет денег. Что вот они бедные такие, бедные, невинные. Помогаешь им, решаешь их проблему. Они потом кидать пытаются людей не выплачивать ничего. Так, ветер мне, надеюсь, не помешает. И обесценивание происходит очень постепенно. Они обычно манипулируют, обычно прибедняются. Бывает в интернете. Я в интернете чаще вообще не принимаю никаких идиотов. Нахрен посылаю. Вот это вранье постоянно. Тексты под копирку, гигантские тексты, бреды вообще не по теме. У меня бы, знаете, времени не хватило сидеть на работе или каких-то типа проблемах. И сидеть, тексты гигантские писать. Но это же рехнуться можно. Вот. И человек пишет, бывает, какую-то бредятину вообще. Есть люди, которые вообще копируют поведение твоего мага, да, какого-то, кто меня может смотрит. И это, с одной стороны, типа как подыгрывание, типа как поддержка, еще что-то. Ну, это лицемерие. Постепенно эти люди потом вскрываются, когда не обращаешь внимания. Они начинают бегать на все стороны. И вас грязью поливать, и сразу мразотой. Хотя вы даже вообще не реагировали на смски этого человека или писанинки. Вот. Плюс есть люди, конечно же, как всегда, отойдем от темы, которые любят говорить, что они потом маги, великие, колдуны, всезнающие, могущие. Я уже давал голосовой, выкладывал, когда одна истеричка Лунканкасси, то есть то же самого Испалу Дьявола, как говорится, говорила, что она давно об этом знала. Она придумала эту его печать и так далее. Хотя это никакая, нахрен, не печать. А Фирмос. Ну, не понтарискаду, естественно. Ну, Мадамс, конечно же, все прилепила себе. При этом, не знаю, не видела бы в интернете, вообще бы не знала, да? Вот, вообще бы не понимала, где и как. Великие маги, которые истерят и орут, что у них кто-то что-то взял. Ну, бред собачий. А вот, где же тогда? Почему не показали мне это, да? Нету, как всегда, потому что ничего. Так вот, ладно, отошли от идиотов, но есть более такие проворные идиоты и мразоты. С одной стороны, мы учимся на таких людях, и многие неопытные, конечно же, приобретают опыт. Что-то мне футболка быстро отсвела, блядь. Вот. И многие попадаются на эту ловушку такой доброты, щедрости денежной, возможно, еще что-то. Или копеечной щедрости, или пытаешься пожалеть людей, мразот, да? Чувствуя внутри подвох все равно, да? Идешь на это, многие на это идут, и уже сто раз некоторым долбишь в голову и говоришь, ну, не хватит уже вестись на тебе, на эту хрень. Поэтому же верить этим мразотам, конченым тварям. Вот. Ну, некоторые люди не понимают. Поэтому, конечно же, когда посылаешь нахрен этих мошенников, клиентов, есть и мошенники, клиенты, я уже говорил, да? Вот, которые на халяву любят жить, все на халяву везде. И вот где бы все урвать, кого бы, как говорится, объеборить по полной, да? Ну, где-то получается, у них где-то нет. Что опыт приобретаешь, и уже труднее им потом лезть, как говорится, в одно место, да? Вот. И, конечно же, отойдем от темы, вот. И появляются такие клиенты, которые визжат, что вот они бомжи, что у них все хреново и так далее. Исправляешь им в жизнь, помогаешь, они платят. Но потом они начинают лгать. Они начинают мощно лгать. У нас ничего не работает. То есть начинают обесценивать вашу работу. Все говно, ваша магия. Вы мне не помогли. Вы мошенник, вы тварь. Все понятно. Вот это одна и та же у них фраза прослеживается. Я уже таких замечаю за 100 километров. Вот. И начинают такие люди стерезу. Конечно же, вы сделали свою работу. Вам деньги заплатили. Вы, допустим, как я работаю, да? Я эту сумму трачу за прием одно, допустим, да? А я трачу, я уже снимал видео, как тратится это. То есть на клиента и покупается. Все это делается за его же счет, по сути, да? Вот. Ну, некоторые, конечно же, мошенники не так работают. Все себе в карман, ни хрена не делая, на словах только. Вот. И они бегут, их восхваляют. Ну, вот идите к ним, давайте, балаболом этим. Ну, они вас еще 50 раз кинут через колено, и вы будете счастливы. Вот. И человек, не понимая, какой труд ты делаешь, допустим, или кто-то делает, да? Магически. То есть это тоже работа, это тоже труд. Ну, я не буду сейчас тут приобедняться или как-то еще. Вот. В интернете раскрываться, да? И человек начинает, то есть я уже говорю, не буду указывать этих людей. И человек начинает потом говорить, ничего не помогло, вы мошенник, вы тварь и так далее. Проходит время, если вы человек терпеливый, вы думаете, ну, может, не подействовало, да? Смотрите как-то, сканируете эту ситуацию и видите, что эффект есть. Думаете, ну, что за хрень? Человек говорит, что нет, не получилось, бабенка не вернулась. Потом проходит время, человек переобувается и приходит и говорит, вы знаете, как бы помогло. Она пришла, мы перепихнулись. Ну, какой-то слабый эффект, знаете? Смотрите, думаешь, что за хрень? То есть ты орал, что ничего не действует, все хреново и так далее. Конечно же, перед этим человеку говоришь, что если мало времени прошло, то подождите, подождите, отвлекитесь на какие-то дела. То есть эффект, может, еще пойдет. Но есть, которые, конечно же, спешащие, отмороженные. Кто-то из них извиняется вовремя, кто с мозгами дружит вообще и в последствиях думает, что это секунды просто можно отключить, все забрать и деньги вам швырнуть в харю. Это мне ничего не стоит, да? Хотя этим людям говоришь, давайте я верну вам деньги и все отменю. Не-не-не-не-не-не-не. Ничего не действует, но деньги не возвращайте. Ну, чтобы потом, знаете, как бы вас обвинять во всех грехах России. Удобно было, да? Вот. С некоторыми я, конечно же, просто расстаюсь с людьми и говорю, все, вот ваше бабло в харю, шуруйте, до свидания. Я остаюсь при своем мнении. Я считаю, что действие было. И есть куча факторов и доказательств. Но есть такие самые мразоты гнилые, которые упираются, верещат и будут верещать и упираться до последнего просто. Вот. Они, конечно же, говорят, что не подействовало. Но если вы знаете знакомых этих людей, как-то общаетесь с их друзьями, допустим, или кто-то еще из клиентов ваших знает их. Потом оказывается, что у этих людей все прекрасно под ручку ходит, спят секс, любовь, чуть не на коленях, она болзает к нему, да? Все прекрасно и чудесно. Но эта тварь будет упорно вам писать и говорить, что ничего не действует. Вот. И несмотря на то, что даже могут некоторые говорить, ой, у них отношений нет, ничего нет, чушь собачья. Потом ты начинаешь замечать, начинаешь человеку написывать. Вы говорили, что ничего не действует. Вот. Я видел, что действует, и многие люди доказывают это. Человек говорит, нет, ничего не было, вам показалось, вы идиот, вы псих, вы мошенник, идите нахрен. И потом ты начинаешь понимать, что это тварь. Вот. Некоторые, конечно, из магов начинают все разваливать их отношения. Но тогда вы просто осиное гнездо разворошите. Если вы это осиное гнездо развалите, так сказать, их отношения, вы, конечно же, поймете, что через определенное время логически эти твари приползут и скажут, вот, ты вправду не помог, у нас все развалилось нахрен, да? Вот. Вы мошенник и так далее. Вот это, знаете, примитивная манипуляция баранов. Может быть, для каких-то баранов ты мошенник, но я-то знаю, что эффект идет, я его вижу. И факты подтвердить, можно просто зафиксировать это все камерой, да? Один раз я так и делал. Но Мразота это, конечно же, выкрутилась и сказала, конечно же, ой, вы знаете, это на время было. А потом мы снова поссорились. Ну, вот, знаете, одни, как говорится, поздоболы, да? Живут, нас окружают, еще говорят, нет, мы все честные, да я вижу. Вот. Это ладно случаи. Бывают похуже случаи, которые просто агрессивные твари. Когда ты помогаешь за копейки, да, человеку. Я тут сейчас не ною, я просто вам пытаюсь объяснить, как это происходит, чтобы вы на собственной шкуре с этим, когда столкнулись, избавились просто из этих людей. Нахрен их шлите в шею. Вот. То есть шлите их вообще в шею, нахрен. Не помогайте таким тварям. Это неисправимые гниды. Даже если вы там 50 порч на них положите, вы будете всегда крайним. Ну, это удобно так, знаете, как государство приучает своих баранов верить только их хозяину, а потом их кидает и нагибает, и все, что угодно делает. Так же здесь ситуация. Не пытайтесь унижаться. Обесценивание магии вы тратите впустую на этих особей, которые должна жизнь, жизнь. То есть попытать, помучить. Вот. Чаще им все это достается не просто так. Ну, ладно, я не буду слишком философствовать. Естественно, есть еще тип баранов, которые особо, я уже рассказываю про эту мадам, с которой просто приперлась, отправила мужика, типа для алкоголя проверки. Я так долго думал, блин, что за тварь, что знакомое лицо. Вот. Она была у меня на приеме, но отправила своего мужа, ну, для проверки. Вот. Среагирую, поведусь я как лошок и так далее. Какие-то, знаете, алкашные обредятины. Бывают ситуации, что и алкашам помогаешь, и всякое разное. Ну, пытаешься как-то пожалеть человека. Как-то пытаешься по-человечески с людьми себя вести все-таки, да? Не быть тварью. Вот. Вот я тут на малине застрял. Такая вкусная малина. Ну, вот. Естественно, такие люди будут всегда верещать, что вы мразь и тварь. Не понимая, как это происходит, что это сложно магически создавать мразоти из говна, вытаскивая человека, да, и создавая из него конфетку. Вот. Кто-то этим пользуется, кто-то борзеет, просто на вас наседает. Были у меня такие тварины, которые мужиков, ой, чуть не то сказал, баб привораживали пачками. Один и тот же влюблялся в всяких баб и привораживал. И потом говорил, а, ничего не действует. Я говорю, да, у тебя просто баб просто целый список уже. Все тебя любят. Не слишком ли подозрительно? Потом я уже избавился от этого человека. Ну, он платил, потом перестал. Вот. Поэтому я избавился. Зачем я за свой счет, что ли, буду его жизнь улучшать? Блядь, скот. Вот. Это ладно. Что-то я не договариваюсь, естественно. И был такой мадамс, когда просто, я говорю, мадамс отправила мужа своего. Потом я пошел до церкви. Она там встретила меня. Ну, что, тварь там и так далее пыталась меня уксусом облить. Ни хрена бутылка не открылась. Это был ржач на весь Екатеринбург и Свердловскую область. Вот. Понимаете, в чем проблема? Если бы я сказал в тот момент, что он бухает из-за приворота, который я сделал, да? И воздействие подействовало как раз. Ну, чайки задолбали там. Вот. Его, конечно же, можно понять, с одной стороны, у него агрессия. Ему она на уши села, она врала, что она заплатила там мне гигантские деньги. Там копейки были. Вот просто копейки. Потому что она ныла, что у нее денег нет. Хотя у меня все записано же всегда. Всегда записано, я же налог-то плачу мне нафиксировать это, бухгалтерию. И, конечно же, она наврала, но что? Сатана и судья, как говорится. Мадамс, когда это все сделала, я все думал, сказать ли возле этой церквушки ей, что мужик пьет не из-за того, что ему что-то хреново. Он же вернулся к ней, вот понимаете? То есть он где-то шлялся, потом после приворота вернулся, воздействие сработало. Вот, она видит этот эффект и нагло из-за копеек жопу рвет. То есть ты заплатила за вот это результат. А то, что пошел он бухать, понятно, он бухает, потому что когда резко мужика заставляешь что-то выполнять, крыша едет. Да? Человек не понимает, что происходит, кто ему вбивает в голову выполнять какой-то приказ. Магически. Вот. И естественно, мадамс пыталась как-то мне отомстить, нагадить, но если бы я сказал, что вот ты знаешь, мужик, она обратилась ко мне и приворот, вот он действует. Поэтому ты бухаешь. Я думал, он ее просто отметелил бы. Мне это не хотелось. Понимаете? Быть крайним. Из-за того, что из-за какой-то мразоты, которая поступила себя как тварь конченая, что-то, как говорится, рушить их искусственные отношения магические, они и так потом развалятся, когда срок годности приворота сойдет. Тогда она забегала снова, я потом уже ее нахрен везде забанил, везде от человека избавился и просто, как говорится, не общаюсь вообще с этой мадамс. С такими связываться, и, знаете, говнище еще то. Нафига? Так вот, обесценивание также есть у людей, которые не понимают, как это происходит. Они думают, что они добились все это сами, но до этого были бомжами, да? А после посещения мага или ведьмы, или колдуна какого-то, да, или какой-то гадалки, жизнь улучшилась. Вот, и они, конечно, приписывают это себе или кому-то какой-то гадалки из интернета, дуры, бухой алкашки из зоны. Вот, так проще, конечно же, да? То есть, потому что она там посмотрела видео, и все у нее снялось. А то, что кто-то пахал, как сидоровый коз, вообще насрать. Вот, это и есть обесценивание, которое некоторых людей обездвиживает, они думают, что магия не действует, но это ложь. Вас пытаются убедить, что вы идиот, да? Да? Был у меня один такой человек, самый такой влиятельный в Свердловской области тоже. Он так же сделал, такую же фишку провернул, но я думаю, у него закончится не очень все весело. Я сейчас ничего не говорю такого плохого, да? Но мразота есть мразота. И человек просто получил все, что он хотел. Вот, меня тут отвлекли сборщики ягод. Вот. Естественно, люди есть, которые получают все. То есть, по сути, бизнес, допустим, не ладился, а потом раз после магии ладится. И человек, конечно же, пишет, что нет, ни хрена не получается, все так хреново, я бомжара и так далее. Но потом я получаю из источников, через определенное время знакомых его, оказывается, человек живет в Сочи, а потом уже и не в России. И все прекрасно с бизнесом у человека, да? Я думаю, какая прелесть. И кто после этого лжец? И человек будет постоянно настаивать, что ничего не ладится. Это понятно, чтобы вы не уничтожили его. Что раз вы ему создали искусственно, значит, вы можете и разрушить. Есть такие персонажи. Поэтому я считаю, что вам не нужно попадаться на таких людей. Держитесь от них подальше. Попытайтесь вкручать свои мозги. Верить себе до последнего. Даже если вас убеждают, что это все бред, магия не работает и так далее. Это специально обесценивать. Ну что, всем удачи успехов. С вами был Александр Мчу. Ставьте лайк, комментируйте. Пусть удачи. Продолжение следует...